всем огромный привет добро пожаловать на мой канал начинаю новый влог и в сегодняшнем влоге я по просьбе некоторых девочек там не написали в комментариях покажу как я занимаюсь своей рассадой что я делаю и так далее и тому подобное вот питуньи и цветы в этом году однолетники я хочу купить рассады в общем ну не знаю как посмотрю потом как пойдет рассада будет продаваться я в этом убеждена и в пятерочки я кстати видела как-то прошлом году по моему рассаду кого-то и кого не помню каких цветов и чего там в общем и в различных питомниках которые вот но у нас пригороду санкт-петербурга до по ленинградской области куча этих питомников вот и в ленте я думаю в других вот таких магазинах вполне можно будет купить какую-то рассаду каких-то цветочков так что цветы я в этом году не сажаю точно не сажаю рассады я имею ввиду вот сажать такие основные культуры сейчас я замочила перец помидоры баклажаны их нужно уже сейчас я живу в санкт-петербурге девочки не знаю как на юге вы наверное уже все высаживать вас наружу тепло вот да значит и покажу как я вот то есть буду показывать по мере того что я с ними буду делать я вам буду показывать вот я есть на яндекс дзен туда я буду выкладывать наверное какие-то другие видео я не вижу смысла вот дублировать да то есть там вконтакте выкладывать скрины с видео или какие-то мини видео которые я выкладываю в youtube в яндекс дзене там выкладывать то же самое что я выкладываю на ю тубе я не вижу в этом смысла дает мне кажется так неинтересно я просто буду чуть-чуть там чуть-чуть там как-то так яндекс дзен будет ссылка под видео будет яндекс дзен есть вконтакте я есть в яндекс цен может быть и в рутубе потом появлюсь посмотрим есть же еще рутуб но говорят что он там какой-то то ли глючные то ли что-то в этом духе и непонятно что с ним там происходит поэтому я не знаю но наверное просто видео у меня будет поменьше да ну то есть кусочки здесь как-то так короче я разберусь девочки посмотрим потом будет видно в общем давайте покажу красавой и так смотрите здесь у меня посажен укроп это семена извините так это семена которые можно я покупала опять же магазине обе я думаю что не только обе много где есть это семена которые я покупала которые можно выращивать в горшках я их никуда не за матчева ничего и вообще укроп никогда не замачивая морковь никогда не замачиваю все их прямо в грядку свеклу то же самое. Горох то же самое. Я никогда его не замачиваю, не знаю. Сею мне, ну, в какой-то степени, может, я где-то лентяйка какая-нибудь, не знаю. Значит, вот такой у меня контейнер из-под мяса, наверное, какого-нибудь. Я не знаю, откуда он у меня. Ну, в общем, вот такие контейнеры я оставляю. Так, насыпала сюда земли. Из земли, правда, много, наверное. И просто засыпала... Где-то у меня тут даже я увидела прорастает. Наверное, камеру не видно было сбоку. Семечки сверху чуть-чуть земелькой. Все. И я периодически делаю вот таким образом. Смачиваю, чтобы не пересыхало. И до тех пор, пока они у меня не проклюнулись, вот так вот, да, до тех пор, пока они у меня не проклюнулись, обычная пищевая пленка или можно строительную такую пленку, если у вас есть. Не важно. Или можно просто пакет, чтобы был такой, как парничок. И ставлю на окошко. Все. Здесь у меня замочены семена. Вчера у меня проклюнулись уже помидорчики. Перцы были вчера не проклюнуты. Смотрите, как я делаю. Почему я делаю именно так, так делает моя сестра. А у меня сестра огородника еще тут. Ну, как бы, в плане опыта и всего остального, она превосходит меня я не знаю во сколько раз. Вот. Ну, во много. Вот. Я вообще человек, ну, вот, как вам сказать, я не огородник сама по себе. В душе я не огородник. Я больше по дому, по быту, вот, там что-то вкусненькое приготовить. Ну, что-то вот такое, да, нежели вот это все. Но мне в последнее время нравится. Старею, наверное, да. В прошлом году мне очень понравилось. Ну, и когда ты видишь, как, например, те же дети или там муж, да, ну, как-то с благодарностью относятся вот к этому, ко всему, ну, как бы и хочется этим заниматься. Так, смотрите, что у меня здесь. Тарелочка. Сверху накрыта тарелочка и все это убрано в пакет. Сейчас я раскрою, покажу. И сегодня я буду это все сажать уже в земельку. Так. Ой, не открыть. Здесь у меня салфеточка, которую я тут подписала. Но мои обычно подписывания ничем хорошим не заканчиваются. Я потом все равно все путаю. Но начать надо, да. Вот. Томат. Вот я пишу так. Томат Маруся. Томат там, я не знаю, черри такой-то, да. Вот у меня здесь томат императрица, да. И беру вот одну салфеточку. Смачиваю я салфеточки тоже вот этой штукой. Можно просто намочить, я не знаю. И беру вот... Сейчас, смотрите. Девочки, те, кто опытные, огородники, вот вы тоже напишите. Вот видите, у меня уже проклюнулись семечки. Я взяла в некоторых пачках у меня было немножко семечек, а вот там пару пачек у меня было там прям много семечек вот этих вот. я, ну, не все, не все замочила, мне столько просто не нужно. Посажу я вот эти все, все те, которые проклюнулись. Все абсолютно посажу, потому что, ну, люблю котов своих, да, и все в этом духе, поэтому, хоть я буду все это убирать, но все же, да. Вот они у меня проклюнулись, они уже вчера у меня начинали проклюнуться, и уже нужно сажать, иначе они вот в бумагу начинают вырастать. Кто-то ватки замачивает, кто в чем. Я вот так делаю, потому что так делает моя сестра. Все. Девочки, если я что-то делаю не так, кто более опытный, чем я, я вообще наистину не... Замачиваю в обычной воде, ну, из-под крана фильтрованной. Вот. Здесь вот тоже, видите, они уже там проклюнулись. И так я делаю вот все семена, которые я замачиваю. Еще раз повторюсь, здесь у меня тоже томаты подписаны. По две я взяла, потому что у меня тарелок мало было. А здесь у меня перцы и баклажаны. Так, видите, мне проклюнулись почему-то. Ну, вот они у меня еще постоят. Но перцы, вроде как, мне сестра говорила, что они долго проклевываются. Это у меня перчики. А вот здесь вот у меня баклажанчики. Тут у меня... Вы видите, я подписала, и что толку подписала? Здесь у меня перец тоже, да. Вот эти мои подписаны. Ну, тут какие-то проклюнулись, я уже вижу. Здесь вот у меня баклажанчики, и вот здесь вот у меня баклажанчики. Ну, в общем, я сейчас аккуратненько буду смотреть. Те, кто плохо проклюнулись, то есть вот это, скорее всего, все я опять вот так вот делаю, смачиваю, чтобы не пересыхало. баклажанчики. И поставлю опять... Стоит у меня это на окне, на солнечной стороне, чтобы было просто тепло, тепленько. Ну, в общем, на солнечной стороне. Вот так и стоит. Вот. А вот это вот помидорки я сейчас буду сажать. Земля у меня для рассады. Некоторые, кстати, вот у меня сестра, например, ну, я просто, да, делюсь, и меня спрашивали, я делюсь. На истину я не претендует. У меня сестра вот эту землю, вот эту, которая покупная, она ее смешивает с землей, с огорода. Вот так вот она делает. То есть она заранее там накапывает себе или в парнике можно накопать, да, заранее вот землю все перемешивает, потому что бывает, земля попадается плохая. Мне сестра вот много раз об этом говорила, и она говорит, что бывает, вот что-то вот реально целый пакет купишь, посадишь, и плохо все растет, плохо все всходит. Некоторые замачивают вот это все в растворе марганцовки. Не знаю, у меня сестра так не делает, и я тоже так не делаю. Вот. Какие-то подкормки, чтобы быстрее все вот это взошло, чтобы там что-то быстрее росло. На этапе замачивания семян я не делаю ничего. То есть, ну вот, просто, просто вода. Все, больше у меня ничего нет. Вот. Но, опять же, на истину я не претендую. Если вы хотите более так профессионально подойти к этому вопросу, я советую посмотреть девочки, которые вот прям снимают, они прям вот, я не знаю, всю свою жизнь сажают, и у них все вообще отлично. Я вообще к этому отношусь, вот, ну, я говорила, да, да, мне приятно, я как-то вот стала нравиться, все вот это огород, но вот если вот это все у меня не взойдет, не прорастет, не доживет до того времени, когда я буду сажать это все в парник, ну, и как бы, мое любимое слово, пофиг. Ну, серьезное, ну, как бы, что из-за этого расстраиваться, да, жалко свой труд, жалко свое время, но, как бы, я так с легкостью к этому отношусь, я не переживаю, вот у меня сестра переживает, я помню там, точнее, я даже знаю, что там кот какой-нибудь у него залезет, подоконник, чем-нибудь сломает, он не все, у него паника, ну, есть вот такое, я вот, ну, спокойно вообще, я больше разволнуюсь, если мою любимую кружку разобьют, чем вот это все. Вот. Ну, давайте сейчас я вот это верну обратно, все, потому что у меня здесь начали, это вот у меня перчик, он начал у меня проклевываться, где? Никак не открыть, никак не открыть, вот, видите, это у меня перец, вот он начал проклевываться, но только-только начал, вот, а вот этот вообще почему-то не начал проклевываться, да, я уже показала, это какой-то плохой перец, явно, вот смотрите, да, что вот у меня произошло, надо все это аккуратненько подписывать, это, а, это баклажан, баклажан мечта, баклажан мечта, что происходит, значит, и вот здесь вот у меня, вот это я точно помню, баклажаны, они тоже вот в такой вот, видите, штуке, ну, покрашены такие семечки, баклажан мечта, да, это тоже перчик, он тоже, тоже только начал, но вообще баклажаны, вот мне сестра сколько раз говорила, что баклажаны, это такое дело неблагодарное, что либо семена не зайдут, либо рассада погибнет, либо в парнике все погибнет, в теплице, да, в теплице, там парники еще где-нибудь, либо там, я не знаю, один баклажан с куста снимешь, либо еще что-то, но это, опять повторюсь, я живу в Санкт-Петербурге, ну, в Ленинградской области, считайте, поэтому у меня тут вообще рядом Финский залив, так что у нас тут, ну, огородничество, такое дело, я бы сказала, что огородничество, вот у нас здесь, это дело неблагодарное, от слова совсем, ну, то есть, у нас много кто сажает что-то, там, зелень, вот кто живет в округе, ну, все в основном так, не ради еды, там, ну, ради баловства, а ради того, чтобы, знаете, сорвать свои помидорчики, свои огурчики, ну, похвастаться перед соседями, не без этого, конечно же, не без этого, девочки, ну, я вас умоляю, я таким не занимаюсь, но, я знаю, что у нас такими занимаются, вот, на продажу у нас никто не сажает здесь, не, ну, кто-то, наверное, сажает, может быть, я просто не знаю, вот, ну, в основном это вот так, потому что, ну, не знаю, вот такой вот у нас поселок, поэтому, ну, вот сестра у меня, она прям так, серьезно, капитально, у нее растет все, если не растет, то она наказывает, ну, как-то так, вот, в общем, сейчас посажу и покажу, как я посажу все это, так, ну, что, смотрите, вот я за, вот так вот сделала, подписала, вот смотрите, у меня томат Маруся, черри, карамель, а у меня вообще стопроцентно в хоже, в схожести, да, можно так сказать, вот томат Маруся здесь у меня совсем немного, томат императрица и черри для внучат, в принципе, если все это у меня взойдет, мне будет достаточно даже много, теперь я это все вот аккуратненько, соответственно, закрою, да, вот я их посадила здесь, вот так, вот смотрите, я все прикрыла землей, сейчас еще сверху, земля у меня влажная, тоже я все за счет вот, вот этой штуки, да, вот, и все, все это вот так вот сбрызгиваю, это я старые мои ручки, ну, чтобы разделить, да, у меня вот эта плошечка, я ее покупала давно, три года там и назад, в хобби, то есть она у меня вот так закрыта, получается как мини парничок, очень удобная вещь, если, ну, соответственно, нет такой штуки, то я просто накрываю либо пакетом, либо пищевой пленкой, как я уже показывала, ну, любую плошечку, и вот у меня мини такой парничок, я его сейчас поставлю на окошечко, и будет у меня здесь все это дело прорастать, в принципе, у меня даже больше, чем мне нужно, пока что вот здесь вот, но опять же я повторяюсь, да, потом я буду рассаживать их по отдельным этим горшочкам, и, ну, какие доживут, какие вдруг не доживут, и так далее, вот, все, что лишнее, я обычно отдаю кому-нибудь, вот, если вдруг у меня что-то лишнее, вот, так что, вот так вот я, получается, сажаю, но еще раз повторюсь, я не профессионал от слова совсем, вот, так что, вот так вот, вот, так что, вот так вот, такие у меня дела с семенами, надеюсь, что вам было интересно, если кто-то, ну, я уверена, что у меня есть такие девочки, потому что мне часто очень подсказывают, как чего делать, как что, куда, какие семена, и так далее, обязательно тоже пишите, может быть, как вы делаете, вы делитесь, потому что некоторые девочки написали, что тоже в этом году хотят что-то посадить, и это здорово, на мой взгляд, вот, еще хочу ответить на некоторые комментарии, во-первых, меня почему-то спрашивают, Даля, что случилось, вот, лично у меня в семье, все хорошо, если вы об этом, я просто не знаю, что конкретно вы имеете в виду, задавая такой вопрос, но лично у меня, на самом деле, все хорошо, конечно же, я, как и многие блогеры, как и многие русские люди, столкнулась с таким массовым, массовой ненавистью, свой адрес, и взяла я такую некую паузу, именно из-за этого, потому что, ну, как-то я жила в мире, где все люди любят друг друга, реально, несмотря на то, что я в жизни вообще сталкивалась очень много, очень часто с какими-то агрессивными людьми, я бы так это назвала, но такая волна, она как бы немножко, конечно, выбила меня из клеи, вот, ну, как бы, теперь все хорошо, вот, теперь все хорошо, я просто, я, вот, я вам скажу, что, чем больше вы мне пишете, тем, хуже я к вам отношусь, я говорю это честно, откровенно, меня кто-то пытается, блин, мне скоро 37 лет, девочки, 37 лет, меня кто-то пытается учить, как мне жить, спасибо, меня даже муж уже не пытается переучить, вот, он говорит, что бесполезно, так что, девочки, уж поверьте, что вы, ну, уж точно меня не переучите, вот, я вам честно клянусь, тем более уж, как мне, кого мне любить, и кого мне не любить, вот, но не будем об этом, все хорошо, что касается ситуации, в общем, я имею ввиду про всякие санкции, тоже мне там, что якобы я там, за своим вот этим, да пофигу, прячу, прячу, как-то мне девушка написала, в личку, как, ну, короче, на самом деле, у меня внутренняя паника, а, значит, я, значит, на камеру такая, типа, да мне все пофигу, на самом деле, я вам могу сказать, что лучшей, лучшей новостью о том, что закрыли Макдональдс, я думаю, все мамочки, не такой России, но, наверное, планеты, вот просто, просто, наверное, это лучшая новость, реально, я не знаю, что может быть лучше, серьезно, потому что, я не скажу, что мои дети часто едят Макдональдс, мои дети, в принципе, любят ходить по всяким кафешкам, ресторанчикам, вот, Макдональдс входит в их число, но, если я предложу им пойти в какой-то, в какое-то другое место, попробовать что-то новое, они с огромным удовольствием меня выберут новое место, а не Макдональдс, вот, но, но все равно, фастфуд, ничего в этом хорошего нет, вот, и, как бы, как бы, вот, ну, серьезно, ну, это просто смешно, по поводу, там, телефонов и всего остального, ну, конечно, техника у меня, которая у меня уже есть, она у меня такая остается, я ее молотком разбивать не собираюсь, и, ну, буду с ней жить и дальше продолжать, чего, не вижу в этом ничего плохого, оплата карты, проблема решена, единственное, за что я так вот, наверное, из всех вот этих новостей про санкции, за что я так вот немножечко подсуетилась, мне даже косметику не так жалко, я вам клянусь, потому что я сейчас вот у меня был определенный такой некий список продуктов, которые я хотела попробовать, но из-за того, что я была привязана вот к своим любимкам, я не пробовала, я думала, ну, не хочу ничего нового, пробуй, закажу вот то, что я заказывала, да, но вот за что меня заставило подсуетиться, это корма для животных, это да, потому что мои все домашние, кто меня давно смотрит, знает, едят, домашний хвостатый, я имею ввиду, едят роял камин, к этому корму мы пришли путем проб, ошибок, мы перепробовали очень много различных кормов, очень много, это единственный корм, который подходит, ну, не единственный, но все же, из того, что мы пробовали, который хорошо подошел моей собаке Бонни, Бонни летом, 15 июня, будет 10 лет, у нас есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, у нас есть предрасположенность к аллергиям, мы не аллергики, но предрасположенность у нас такая есть по бороде, и смена корма, во-первых, она у меня, женщина такая, знаете, старых взглядов, старой закалки, и она у меня очень неохотно переходит на новый корм, очень, она прям вот, я ей, знаете, положу корм, она так низко посмотрит, и на меня так, типа, мать, ты как бы, ну, я, конечно, все понимаю, но как бы, это несерьезно, вот она обычно так всегда относится к новому корму, и переход на новый корм для нас, конечно, это проблема с желудочно-кишечным трактом, это в первую очередь расстройство, да, вот, поэтому это проблема, я заказала корм, успела заказать до сильного подъема на цен, ну, цен на корм, вот, на, у компании Pet Shop, но, они задерживают меня с доставкой, надеюсь, что получу, и все будет хорошо, потому что, Бонни я покупаю обычно большой мешок, и ее корм, вот, я покупала до поднятия вот этих цен, ну, так, 4-4,5 тысячи, когда были акции, бонусы какие-то там списывала, и так далее, то сейчас этот корм на том же Азон, например, стоит 12 тысяч, это слишком много, ну, лично для моей семьи это слишком много, с учетом того, что у меня пятеро хвостатых, пятеро девочки, это очень много, и больше всего уходит еды у меня на Бону и на Леофана, вот, на кота Майкуна, они, конечно, ну, как не в себя, я бы так сказала, малахуба, поэтому я не смогу приобретать корм, как бы, безболезненно для бюджета, ну, то есть, представьте, да, одному 12 тысяч, второму там кошачий корм, тоже, я уже даже цены не стала смотреть, думаю, как-то, может быть, подустаканится, я посмотрю, но в любом случае, из-за того, что взлетел евро и доллар, даже если они останутся на рынке, да, вот эти корма Royal Canin, это же Франция производства, у них есть производство в России, но компания-то не российская, да, вот, то в любом случае, за такую цену я не смогу покупать всем пятерым такой корм, так как они у меня воруют друг у друга, что они меня только не творят, насыпаешь одному, есть другой, то я не могу кормить их разными марками, у меня должна быть одна марка на всех, чтобы не было вот никаких проблем и никаких вот этих вот и всего остального, мониторю, сейчас, корма российского производства и я думаю, что мы выберем один какой-то и на него перейдем, но если мы на него перейдем, то мы на нем останемся вот уже как бы насовсем, потому что опять потом переводить на какой-то другой я уже не буду, это точно, вот, на самом деле перевод на другой корм это достаточно такой длительный период, потому что реакция на корм, та же аллергическая реакция, она может проявиться сразу, через неделю, через две, через три, у нас вообще мы до этого до роялканина кушали корм гоу, которого сейчас вроде бы вообще нигде не найти, я не знаю, вот, но так мне говорили, и корм гоу спустя, наверное, месяца четыре-пять мы пошли сдавать анализ за ветеринарку и оказалось, что он для нас слишком жирный, он дает большую нагрузку на печень и еще чего-то там, в общем, мы снялись с этого корма, да, спустя такое время, хотя по собаке было незаметно, что что-то вот не так с кормом, да, поэтому, так как у меня бон и я и так постоянно таскаю, лечу там, что-то делаю с ней, то как бы не хочется каких-то последствий, это единственное, что меня заставило вот как-то вот прям вот подсуетиться, прямо, я бы так сказала, вот, но сейчас читаю информацию про корма и будет все хорошо, все остальное мне действительно пофигу, вот реально, и не будет кока-колы, и слава богу, потому что мои домашние очень любят лимонады, но мои также любят квас, я люблю лимонад тархун, я говорила об этом много-много раз, это лимонад моего детства, я не знаю, почему, но вот я помню, что в детстве я часто пила лимонад тархун, он еще был в таких стеклянных, бутылочках, баночках, бутылочках, да, вот, так что, как бы, ну, как бы, ну, серьезно, вот, не знаю, что будет дальше, какие дальше будут санкции, но, ну, как бы, все остальное, мясо у нас свое, российское, молочка, мне очень нравится, белорусское, что еще, вологодские молочные продукты мне очень нравятся, ну, не жили красиво и нечего начинать, да, ну, как-то так, девочки, ну, серьезно, я не знаю, ну, какие-то, я в Киев сто лет не была, H&M, Бершка, там, кто там еще, вот эти все, я у них сто лет ничего не покупала, я покупала, что, китайские сайты, я покупала, очень мне нравится, магазин BeFree, потом, что, ивановский трикотаж, домашняя вся одежда, вот у меня, футболочка, ивановский трикотаж, Василек, здравствуйте, ну, как бы, ну, сколько лет уже, это кофть, я, кстати, сто лет там уже не делала заказ, говорят, кстати, цены, поднялись на ивановский трикотаж, ну, как бы, ну, не в пять же раз, вот, вот у меня футболка, слушайте, ну, вообще, обожаю вот это платье, красное, вот, так что, ну, как бы, ну, как бы, несерьезно, вот, ну, не буду я покупать, то дальнейшую основу от гирлен, я думаю, что сейчас святое место пусто не бывает, девочки, вы поймите, российский рынок, это огромнейший рынок, и, то, какие условия ставят наши, ну, наши, да, то, как бы, ну, не у всех есть средства к нам прийти, поэтому, вернуться уж тем более, поэтому, сейчас, здравствуй, сейчас, здравствуйте, Китай, мы так все, одежда у нас пошив, весь, все одежды, практически все, которые продаются, это Турция, Китай, ну, серьезно, если у нас будет в большом объеме продаваться турецкая одежда, я буду только рада, потому что, ну, и вы мне тоже многие писали, что качество очень классно, поэтому, ну, ну, реально не серьезно, ну, если кто-то считает, что я там прячу свою паническую эмоцию за вот этим, да мне пофигу, ну, считайте так, окей, я как бы вас, ну, не буду переубеждать, да, всех остальных девочки, вот как я, да пофигу, ну, как бы, блин, вот, так что, так что вот так вот, вот, из такого же, о чем я пожалела, больше, наверное, нет ничего, муж мой очень порадовался, когда я и полушел с нашего рынка, говорят, что вроде как он собирается вернуться, но муж мой так был рад, он мне уже присмотрел какой-то телефон, китайский, говорит, смотри, какие часы к нему есть, смотри, какие у меня жену часы, эти тоже эйфл, смотри, какие наушники есть, вообще, счастье моего мужа нет предела, потому что у меня скоро день рождения, и она хотела новый телефончик, вот, так что, муж мой просто счастлив, вот, просто, светится, честно, слово, не, наполню, девочки, я вам клянусь, наполню, серьезно, у меня мужа самсунг, у детей моих, какой-то китайский, Huawei, по-моему, или какой-то китайский, в общем, я не помню, честно, телефон, но у старшего сына, да, вот, часы у моего мужа Huawei, ну, тоже вот такие, как Apple, так у Huawei, и он мне всегда, всегда, он мне говорил, Наташа, твой Apple, он просто вот, ну, особенно, когда ему нужно, мне нужно было бы там, что-то скачать и так далее, когда я вот за этот, 560 рублей стоит моя подписка на MyBook, MyBook называется приложение, 560 рублей в месяц, ну, он как бы и не против, потому что он знает, что я и детям там читаю, книги и сама читаю, и слушаю, он вообще как бы, в плане книг, он такой же, как я, никогда не жалеет на это деньги и тому подобное, но он мне всегда говорил, блин, вот где-то мне быть в Самсунге, говорит, на РК есть какое-то бесплатное приложение, ну, или, по крайней мере, которое не стоит 560 рублей в месяц, а там, я не знаю, 200 рублей в месяц, или 500 рублей в год, там, или что-то в этом духе, он мне пусты, он мне очень часто об этом говорил, вот, так что, муж мой очень часто, в общем, ладно, девочки, на сегодня я буду с вами уже прощаться, подписывайтесь на все остальные мои соцсети, Яндекс Дзен, то же самое, тоже туда чем-нибудь постараюсь поснимать, загрузить, в общем, ладно, девочки, всех люблю, целую, все у нас будет обязательно хорошо, у всех будет все хорошо, я всем, вне зависимости от того, какой вы национальности, желаю счастья, любви, добра, и всего-всего самого лучшего, главное верить в то, что у нас все обязательно будет хорошо, лучше, чем у всех, всех люблю, целую, до новых встреч, Субтитры создавал DimaTorzok